настроем и тут самое главное о чем хотелось бы сегодня сказать это самый важный момент который связан с человеческим самопознанием эзотерической тайной это наш настрой наш настрой очень важен для того как мы из будем рассчитываться одни люди постоянно сама настраиваются на то чтобы в их жизни было все плохо я уже рассказывал своей первой бесплатной ступени о том что два человека могут по-разному реагировать на одни и те же условия проявляющийся в их жизни один человек попавший в эрмитаж будет говорить ах какие красивые картины ох как мне все нравится а второй при этом будет говорить надо же так много пыли то есть один человек заметит по и везде другой человек заметит везде красоту так и в нашей жизни самонастрой имеет важную роль я предлагаю вам сегодняшнего дня начать заниматься самонастраиванием себя начинайте заниматься самонастроем и начинайте говорить себе мне нравится это я радуюсь от того что у меня это мне нравится это вот этот самонастрой изменит вашу жизнь потому что это будет топливо того что в вашей жизни начнут проявляться изменения и они будут идти по принципу хороших изменений в вашей жизни то есть это будут хорошие добрые изменения потому что если начать смотреть политические новости там страшные фильмы то ваш самонастрой будет приводить вас к тому что ваше намерение которое до этого было у вас создана в виде слов допустим или мысли что я хочу поменять свою жизнь я не в своей тарелке будет создавать у вас условия при котором страдания вот смотрите я хочу поменять что-то в своей жизни что поменять вы забыли слова я хочу поменять в лучшую сторону или в хужую сторону не в своей тарелке знаете богатая женщина не в своей тарелке может оказаться в своей тарелке если она будет больная толстая бедная и старая тогда она будет своей тарелке почему паша всю жизнь страдает о чем я хочу вам сказать переориентируйте себя переориентируйте свои чувства переориентируйте их потому что ваше намерение где вам быть и чем или каким образом изменить свою судьбу она возможно только в случае если вы будете в намерении вкладывать еще и свою каждодневную работу над своими чувствами выберите свой расчет чем вы собираетесь рассчитываться с богом чем вы собираетесь рассчитываться свои намерения что вы будете отдавать взамен как послужит это на то какая сформируется у вас судьба помните мои слова и хочу еще раз сказать мы есть то что мы чувствуем чувствуйте больше радости вашей жизни будет сплошные хорошие на изменения тогда изменения которые будут у вас в виде ваших задач которые вы поставили хочу быть богатым человеком будет идти путем при котором не будет страдать не душа не тело не сознание не физическое тело тогда будут изменения хорошие подсо в любом случае любые ваши намерения хочу быть богатым человеком с политическими или с просмотром политических новостей с нервными состоянием в семье с вредностью вашей неминуемой там и так далее это все приведет к тому что вы рано или поздно начнете болеть физически и так далее но если вы уже заболели физически у вас все плохо тогда говорите что мои страдания и мои стенания я посвящаю дальнейшей своей прекрасной жизни это и есть эзотерическая школа кайлас с андреем дуйко жить легко поможет вам школа кайлас это то что я создал и это те знания которые я даю так как наша миссия нашей школы изменения человека не путем развала его жизни а путем созидательного строительства сознания чувств физического тела эзотерика может дать объяснение на все вопросы с эзотерик